Заниматься и играть с роботом ученики школы коррекции могут прямо на уроке. И это не научно-фантастический фильм, а обычные занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Он воспринимает то, что мы говорим, то, что мы показываем, и строит из этого картинку. То есть может строить программу, задавать какие-то движения. Основная цель его для работы с аутистами. То есть они могут с ним общаться гораздо дольше и удерживать внимание детей. Дружелюбный Дюша не ставит двоек, не вызывает школу родителей и не ругается. А терпеливо помогает формировать базовые навыки общения. Способствует повышению уровня внимания и снижает тревожность. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Будем с тобой играть. Дюша. Да. Смотри, а у меня значок Саша. Ты молодец. Помимо Дюши есть оборудование дополненной реальности. На нем дети оживляют картинки, которые самостоятельно рисуют и разукрашивают. Учить предметы куда проще, если ты мультипликатор. Десятки деталей, из которых создается мультфильм, запоминаются сами собой. Как, впрочем, и сюжет, который ребята создавали вместе с Андреем Гараниным. Двигаем персонажей и каждый кадр мы фотографируем. Тут камера. Да, здесь камера. Каждый кадр мы фотографируем. Чтобы движения были плавными, нужно делать очень много кадров. Немного усилий и вот уже видны первые результаты. Море. Мы покупаем про море. Море волнуется. А это швейная мастерская. Здесь тоже все компьютеризировано. Взять хотя бы вышивальную машинку с числовым программным управлением. Она может перенести на ткань любые самые смелые эскизы. На этот раз девочки с педагогом вышивали нашивки для мобилизованных. Нашивочки отправить письмо через управление образования нам поможет нашим солдатам. Можно же такое, да? Конечно. Конечно, нужно. Молодцы. Тут же Андрею Гаранину показали, как работает умная вышивальная машина. Но не только дюша, мультстудия и швейная мастерская привлекают учеников. Все кабинеты школы коррекции оборудованы по последнему слову техники. Все это помогает найти и развить способности каждого ребенка. Теперь о скучных уроках точно можно забыть. Мы приобрели многофункциональную беговую дорожку, велотренажер и генетические мячи с эспандером. Многофункциональная беговая дорожка позволяет увеличивать двигательную активность обучающихся. То есть велотренажер позволяет разработать верхние и нижние конечности и снять мышечный тонус. Физкультура, информатика, изобразительное искусство, швейное дело. В школе коррекции каждый найдет себе любимое занятие. Педагоги работают индивидуально со всеми воспитанниками. Создают уютную атмосферу и помогают во всем. Елена Канина, Олег Короткевич, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова